так ну шо мы с вами в эфире всем доброго тихого мирного вечера я божаю я рада вас на своем канале и и как я говорю и и и и и и и сейчас 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 и вуаля вы за мной еще не заскучились да но мы все равно пришли ну честно ты мне мы с тобой можем общаться в личных сообщениях и меня для меня это не составляет труда мне уже зрители пишут а когда будет марина я это шанса марина ой ну нам так нравятся эфиры с ней ну нам так нравится поэтому они меня заставили и когда мы сегодня с мариной думали какой будет эфир мы решили что наш мозг зависит от нашего врага да наш враг девчонки если у вас есть какие-то к марине вопросы и они у вас есть я знаю пожалуйста пишите вот такими буквами и будьте активными поддержите нас пожалуйста все марина я замолкаю как дела у вас тихо спокойно как у вас дела клята русня один их слов нет понимаешь разбудить меня в половину третьего ночи так что я же понимаешь я же девочка умная кавычках я слышу бах кает я что делаю я подхожу к окну а у меня панорамные окна в пол я открываю окна шторы посмотреть мне же интересно то что я увидела меня конечно ну конечно было красиво ярко громко было и я потом очень долго не могла уснуть все время приховаривала клята русня заснула где-то в 4 утра проснулась полдевятого состояние клята русня было целый день я не выступает вот поэтому если вдруг там сегодня вяло текущее состояние то клята русня а так в общем очень даже хорошо я переживаю за всех своих людей которых я знаю да и я за тебя переживала но раньше не так сильно пока я не узнала что у тебя панорамные окна и вот каждый раз где-то клята русня и я сразу бляха муха у него же панорамные окна марина яхтык они были красивы когда мы их покупали как ну квартиру с панорамными окнами а сейчас это не просто красиво это вот знаешь каждый каждый раз вот такое состояние ёбнет не ёбнет ну потому что вот это вот сама хина она под ударной волной она просто двигается просто двигается я понимаю что даже если распаковать окна и прикрутить их по новой но как бы толку нет но закончится война вопросы будем как-то решать может быть а может и нет поэтому ну знаешь ну зато вид красивый да зато видно было как как его сбили как она взорвалась у вас частный дом или это многоэтажка не это многоэтажка мы на восьмом этаже то есть нам далеко видать нам далеко видать вот по поводу частого дома это мечта всей моей жизни знаешь хоть какой-то я уверена я тоже в этом уверена потому что мечты должны сбываться в любом случае мечты должны сбываться почему я решила поговорить с тобой по поводу мозг наш враг знаешь очень часто девчонки говорят о том что я вот раньше худела вот там на такой диете на такой диете все было отлично а потом что-то вдруг на этой неделе диете перестала худеть срабатывать перестала я обычно таких случаях говорю ну во-первых открой паспорт и посмотри сколько тебе лет для начала для начала во-вторых организм как и мозг они же твари такие они же ко всему привыкают подрезаете еду окей я запасусь но я не отдам значит у нас с руси аланы покорюся ну вот такая же история кроме всего прочего мозг должен получить сигнал от всего организма о том что ты сыт какие витамины тебе нужны что там нужно что не нужно и иногда эти сигналы мозг воспринимает и передает неправильно вот слышала такое девочки хочу сладкого хоть умри да то есть мозг посылает сигнал что он хочет сладкого а по факту организму не хватает жиров то есть мозг интерпретирует сигнал от организма и он его перековеркивает если мы пойдем на поводу у своего мозга да вот я хочу сладкого давай нажремся эклеров заварным кремом до посыпанным сахарной пудрой нам легче ставит был станет буквально на 15 минут а потом нас начнет тошнить в лучшем случае лучшем случае мы будем учиться там горькой отрыжкой то же самое происходит там с организмом беременная да мне хочется соленого да не соленого хочется кальций организм требует в большом количестве поэтому организм так интерпретирует сигналы мозга и вот к чему я это веду к тому что зная вот такие нюансы нашего организма можно понимать и адаптировать свое состояние свое питание потребностям своего организма на то плохо ты спишь сигнал по мозг посылает тебе сигнал о том что я хочу спать там как я говорю пись писать какать и говорить об этом одновременно да и спать при этом а по факту нам не хватает там того же трептофана аминокислоты нам не хватает банально витамина d солнечного витамина который поможет нам пробудиться и почувствовать себя совсем по-другому вот о чем я хочу поговорить понимаешь наш мозг это очень сложная структура очень сложная структура если разбираться потом зонам мозга есть части которые отвечают за эмоции есть части которые отвечают за вкусовые рецепторы есть части которые отвечают за чувства да а есть часть которая тупо работает, вырабатывает гормоны. Это маленькая вот такая бздюлька у основания черепа, называется гипофиз. Вот такая бздюлька, понимаешь, меньше фасолиная она. Вот здесь, в основании черепа. Но она является продуцирующим половых гормонов. Там же где-то рядом с гипофизом находится центр насыщения. Только сигнал от желудка до мозга идёт долго. Они, судя по всему, идут пешком. У них там экспресс-доставки до сих пор не придумали. То есть новой почты у них нет. Они идут пешком. Поэтому, когда мы садимся за стол, я предлагаю сначала сделать 2-3 глоточка воды, смешать салат в тарелке. То есть увидеть это. Потом попробовать. Потом досолить, посыпать семечками. Для чего? Для того, чтобы сигнал уже пошёл. О том, что я вижу еду. Уже еда есть. То есть, чтобы гонца уже послали. Потому что, когда мы едим быстро, сигнал приходит туда, чтобы мы сыты. Когда у нас брюхо. Помнишь, как мультик был? Жил-был пёс, да? Ну, ты это, заходи, если что. Когда уже было такое, и когда уже организм, не то, что он наелся, он уже нажрался и уже готов это всё выплеснуть назад. Кстати, интересный факт. Знаешь, был такой писатель, Крылов басни писал. Так вот, у человека, судя по всему, не вырабатывался гормон насыщения, глины. И он ел до тех пор, у него был стул сделан, который отъезжал от стола. И вот как только на определённое расстояние он отъезжал от стола, потому что живот растягивался, понимаешь, он понимал, что пора заканчивать. Это известный факт, то есть Крылов, как его звали, Крылова-то? Лучше был Иван Андреевич. Вот, Крылов был обжорой, по сути дела. Так вот, давайте не доводить до состояния, когда вот мы начнём отъезжать от стола. Давайте наслаждаться. Для этого мы берём тарелку, не вот такое блюдце, потому что наш организм смотрит и посылает мозгу сигнал о том, что, бля, она нас хочет голодом заморить. Возьмите этот объём салата, размажьте по вот такой тарелке. То есть организм глаза увидят, пошлют сигнал о том, что, мама дорогая, тут есть не переесть, а по факту там жрать-то нечего. Но несут. И тогда будет легче подойти к процессу насыщения. Можно обмануть мозг ещё рецепторами. Чем больше специй, разнообразие вкусов, особенно когда семечки, там, тыквенная семечка, подсолнечник, там, семена льна, семена кунжута, когда вот это вот мелкое попадает на рецепторы, посылается сигнал в мозг о том, что разнообразие еды, разнообразие вкусовые ощущения. Соответственно, мозг воспринимает этот объём как большой. И насыщение приходит быстрее. Это что касается еды. Но в мозге там ещё есть такой отдел, который отвечает... Ну, как ты назвала, это же жиры. И жиры насыщают в первую очередь. Конечно, конечно. Понимаешь, все почему-то боятся жиров. Вот в это бздюлька, вот этот гипофиз, который там вот сидит, понимаешь, и вырабатывает гормоны, он работает на жире. И мозг наш состоит из жира. Ты когда-нибудь... А, ну, хотелось бы спросить, ты когда-нибудь видела препарированный мозг? Ну, конечно, ты не видела препарированный мозг. Да, конечно, видела. Каждый день. Каждый день. Ну, хорошо, когда разделывают свинью, я попытаюсь уйти от анатомических подробностей. Когда разделывают свинью и достаёт мозг, он жирный. И не потому что она ест что-нибудь попадя, нет. Потому что это свойство мозга. Ну, как есть белое, серое вещество, да, потом там есть покров мозга. Вот это всё жирное. А углеводы, которые мы едим, это всего лишь импульс, который нужен для... Ну, толчок для мозга. Так вот, вот эта бздюлька, вот этот гипофиз, который выделяет половые стероидные гормоны, которые, кстати, тоже жировые, он без жира работать не будет. Он не хочет. Поэтому если вы начинаете тупить, непонятно по какой причине, если вам хочется свою вторую половину, убить, потом любить, потом опять убить. И опять любить. И опять любить. Да, уже убитого, некрофилы такие. Нас сейчас заблокируют. Мы сейчас с тобой такую пропаганду тут несём. Убить, любить, убить. Ой, знаешь, меня когда-то спросили, вам когда-нибудь хотелось развестись со своим мужем? Я говорю, убить – да, развестись – нет. Ну вот, поэтому я прекрасно понимаю, о чём я говорю. Так вот, вот эти все перепады нашего настроения – это не что иное, как недостаток белков и жиров. Да, углеводы тоже должны быть. Это эндорфины, это состояние удовольствия, это радость какая-то, да. Пусть короткосрочная, но она должна быть. Поэтому я своим девчонкам всегда говорю, хочет одна сегодня, я хочу мороженое. Я говорю, съешь. Это не советская порция, где было 120 грамм. Помнишь стаканчик такой большой? Ты его ешь, ешь, он уже тает. А ты его ещё доесть не можешь. Сейчас, говорю, порция 80-граммовая, только возьми детское хорошее, вафельку отдай другу или там подруге, которая тебе не нравится, а мороженое съешь сама. И вот такое соединение углеводов с жирами, оно тоже необходимо. Поэтому когда я, ну вот в гайде, да, даю читмилл. Что такое читмилл? Всё, что к столу не приколочено. Марина, всё можно? Я говорю, всё. Вот прям всё? Я говорю, вот прям всё. Вот хочешь съесть Наполеон целый? Съешь. И ты знаешь, что происходит? Вот когда мозг слышит, можно всё. Знаешь, о-о-о, начинается. Я буду гамбургер, чизбургер. Я говорю, только вы меня сфоткайте. Реально то, что вы взяли, а потом то, что у вас осталось, чтобы я понимала, сколько в вас влезло. И знаешь, что я тебе могу сказать? Из того, что они берут глазами, да, и они, которые, 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 по факту, остаётся, ну, две трети. Потому что организм не готов это съесть. Потому что им разъедут цели, да? Да. Ожидание читмила, когда человек планирует там мороженое, пирожное, гамбургер, чизбургер, всё это заесть вином и запить мороженым, да, опять же, расплавленным, то ожидание читмила, как правило, насыщает уже быстрее, чем сам читмил. У меня был такой прикол, я им сделала читдей. Целый день можно всё есть. Что ты думаешь? Значит, на завтрак они там, конечно, лупанули, кто тосты, кто там ещё что-то. В обед они ели супчик или салатик, или рыбку, да, на ужин там шашлычок какой-то. Я говорю, а что случилось? А где вот ваши конфеты, о которых вы так много рассказываете? Я уверена, что тебе написали в комментариях, ты ведьма. Я? Ну да. Но ты же им всё разрешила. А они не хотят есть. Я уверена, что тебе они написали в комментариях, ты ведьма. Не, они сказали, это как вы сделали. Я не знаю. Ну, короче говоря, по факту, по факту, они потом так или иначе переползают на нормальную человеческую еду. И вот я им не запрещаю. Почему? Потому что вот строгие запреты, мозг начинает… Знаешь, вот как дети, да, мне нельзя, но я всё равно буду. А я хочу, да, вот я хочу. Вот точно так же мозг. Не запрещайте себе ничего. Ну, только съешьте не целый Наполеон, да, а кусочек Наполеона. Хотите вы мороженое, съешьте там мороженое не в шоколаде, а просто пломбир. Хотите вы тяпнуть венца, да, налейте 150 грамм и выпейте его не за албом, как алкоголик, а выпейте красиво, под сырную закуску. Кстати, сыр с грушей. Ты пьела сыр с грушей запечённым? Да, бомба. Бомба. Скажи? Да. Бомба-ракета вообще. Сделайте себе красивой. Еда должна быть красивой. Еда вас должна любить. Но когда вы едите со сковородки, не перекладывая в тарелку, вы пренебрежительно относитесь к еде, еда точно так же будет пренебрежительно относиться к вам. Вы когда-нибудь видели, как животные едят, да? Особенно еноты. Они сначала моют долго, а потом едят. А коты как едят? Сначала нюхают. У меня же четверо, я же наблюдаю за ними. Нюхают. Лапкой там что-то там разгребают. А потом открывают вот так рот, хоп. И потом стоят долго жуют. То есть вот восприятие еды должно быть. Не то, что там наваляло, в лучшем случае, там горкой, знаешь, тут ложка салата, тут там котлета, тут какая-то кашка. И села, всё это смешало. Но я понимаю, что в желудке всё смешается. Но давайте красиво всё это кушать. По-другому не получится. Это первая часть относительно мозга. Там вопросов не было, а то я так долго говорила. Я сейчас сама в шоке сижу. Наверное, заслушались мои зрители. Мне многие пишут, говорят, я когда смотрю ваш эфир, у меня улыбка не сходит с лица. Они, наверное, заслушались. И молчат. Второй аспект. Я всегда своим девчонкам говорю, делайте фотографии себя. Боже, я такая некрасивая, я не буду это делать, то есть я не буду это выставлять. Я говорю, а ты сделай. Надень бельё. Знаешь, 90% случаев фотографий, которые я получаю, ну, в личку, все стесняются, но большинство стесняются, высылают мне в личку. Так вот, первая фраза, которую я им говорю, поменяй лифчик. То есть неправильно подобранный лифчик портит всю картину. Отсюда идёт невосприятие себя. Так вот, к чему я это веду? Когда вы видите себя в зеркале, да, и когда вы видите себя на фотографии, это два разных восприятия. Когда вы видите себя на фотографии, вы видите себя как будто со стороны. Там идёт по-другому. Мы когда в зеркало смотримся, мы, по сути дела, смотрим в прошлое. Почему в прошлое? Потому что задержка восприятия у нас составляет 0,4 секунды. Ну, это ерунда. Вот, на общем фоне, как летит наше время. А когда вы смотрите готовую фотографию, у вас этот момент времени запечатлён. И вы можете себя спокойно рассмотреть и сказать, да, у меня есть животик, но это мои детки, которых я выносила. Да, у меня большая попа, но это моя сидячая работа, благодаря которой я кормлю свою семью. Да, у меня большая грудь. Но я сейчас её положу в красивый лифчик и буду с гордостью открывать ею двери. И вот только после того, когда вы себя начнёте любить, а не критиковать, ваш мозг начнёт вас толкать туда, куда надо. Вам захочется двигаться, вам захочется лишний раз там поприседать, лишний раз потопать ножками, лишний раз переложить еду в красивую тарелку и съесть плавно, аккуратно, наслаждаясь собой и едой. Вот мозг будет вам мстить, если вы себя не начнёте любить. Себя. Знаешь, там в Библии, возлюби ближнего своего, как себя самого, да? Я обычно задаю вопрос, а какого хрена вы себя не любите? Ну так ближнего любить надо? Я говорю, как себя самого? Научитесь любить себя, потом будете любить всех, как уружающих. У психологов есть очень хороший тест. Не знаете, рассказывала, не рассказывала, значит, женщине задаётся вопрос, вы приходите домой уставшая после 9-ти часового рабочего дня. Муж просит погладить рубашку, дочка просит помочь с уроками, младшему ребёнку нужно поменять памперс, у вас болит голова. В какой последовательности что вы будете делать? Что ты будешь делать? Я отвлеклась на комментарии, ты мне кратко скажи, погладить рубашку, поменять памперс и что ещё? И помочь с уроками. И помочь с уроками. Погладить рубашку, поменять памперс, ну поменять памперс, запреет ребёнок. Садись два. Садись два. Выпить таблетку от головы. Не было такого. Уж идёт. Не было такого. У тебя болит голова. Я сказала. У тебя болит голова. Я не услышала. Вот, выпить таблетку от головы. Муж помогает дочке делать уроки, а дочка меняет памперс. Делегируйте полномочия. Не тащите на себя. Не тащите. Я когда-то посчитала, сколько женщине нужно времени для того, чтобы сохранять здоровье и красоту в день. 180 минут. Это с учётом утреннего туалета, вечернего туалета, укладки, макияж, раскладывание. 180 минут. Это что, много? Полтора часа в день. Вам нужно для себя. Для себя любимых. Это включая, кстати, зарядку. Вам нужна специальная 15-20 минутная зарядка. Это ваши 180 минут, которые дадут вам прожить дольше, прожить красочнее, прожить как фейерверк. И при этом, чтобы вам цокали мужики языками, а бабы говорили, что вы ведьма. Ведьма. Вот так. Ведьма и первая. Ну да. Первая. У нас что-то зрители сегодня только нами восхищаются, вопросов не пишут. Но это уже приятно. Это уже приятно. Но у меня есть я в своей группе в Телеграм девочкам тоже давала. Вот есть такой вопрос, Марин. У меня такие питания. При менопаузе наши гормоны дают сбить. Как с этим можно справляться? Давайте так. Гормоны. Смотрите. Есть при менопаузе, менопаузе и постменопаузе. При менопаузе, когда у нас месячные становятся нерегулярные, менопауза, когда уже прекращаются, и когда уже нет месячных. Так вот, гормоны не дают сбой. Гормоны работают физиологично. Физиологично вашему возрасту. То есть начинает расти. Лютонизирующие фолликово-стимулирующие гормоны. Прогестерон стремится к нулю. Эстрадиол стремится к нулю. Пролактин может там еще скакать туда-сюда. Тестостерон стремится к нулю. А теперь я расскажу, почему я на этих гормонах останавливаю, заостряю ваше внимание. Итак, пролактин. Если он начинает скакать туда-сюда, вы будете жрать, спать и плакать. Эстрадиол стремится вниз. Эластичность кожи, суставов, связок стремится вместе с ним вниз. Прогестерон, беременность. Ну, уже все, извините. Ну, как бы нет, да и нет. Тестостерон стремится вниз. Соответственно, это ваше либидо, это жиросжигание ваше, обмен веществ, усвоение питательных веществ. Дальше растет лютонизирующий фолликуло-стимулирующий гормон. Эти два гормона, они обуславливают накапливание жировой ткани и уменьшение мышечной ткани. То есть, что мы имеем? Мы имеем слабую мускулатуру, хрупкие кости и при этом нулевое либидо, да, и желание вообще жить. Тусклые волосы, ломкие ногти. Что мы делаем? Первое. Витамин Д, контролируем. Физическая нагрузка, она должна быть ежедневной, чтобы ваши мышцы не атрофировались. То есть, это должно быть, ну, вот банально какая-то зарядка, которая будет тренировать, начиная от пальчиков рук, заканчивая пальчиками ног. Банальные повороты головой. А самой ходьбы недостаточно? Нет. А ходьба не тренирует плечевой пояс. Понимаешь? Почему с возрастом люди становятся меньше, да, ростом? Почему? Потому что позвоночник наш начинает сгибаться, да, сустав, мышечный корсет уже не держит, и вот человек начинает прогибаться. Поэтому распрямили плечи, большую грудь красивую вперёд и открыли ею двери. Чтобы сначала заходила грудь, потом зашли. Какая молодецая начала делать зарядку. Боже, какая молодец. Я, я молодец. Нет, ты молодец. Дальше. По максимуму убираем углеводы из своего рациона. По максимуму. Почему? Потому что в этот период нам нужны жиры для того, чтобы удержать остаточные эстрогены. И нам нужен белок для того, чтобы поддержать ваши мышцы. Углеводы имеют место быть, но они не должны быть, как у детей, на завтрак, на обед и на ужин. Ну, грубо говоря. Хорошо, убираем углеводы. Какие оставляем углеводы? Не, мы убираем, по максимуму убираем. Оставляем один приём пищи с углями. Это могут быть тосты с маслом, сыром. Пожалуйста. Это могут быть каши. Это может быть порция макарон. Это может быть кусок Наполеона. Это может быть мороженое. Никто не запрещает вам есть. То есть завтрак ты рекомендуешь делать белково-жировой, а обед, например, с добавлением крупных какой-то. Да. Можно сделать наоборот. Можно завтрак сделать либо с овсянкой, либо с тостами. Очень вкусно получается в обед обойтись овощным супом с мясом. А на ужин сделать маленькую порцию макарончиков каких-то, с большим салатом, большой рыбкой. В смысле макарончики? Макарончики. Макарончики. На ужин. А что тебе? На ужин. А что тебе, жалко что ли? Ну конечно. Потому что все ужина, никто один хрен спать не ложится. Еще 5-6 часов все тусят. Вот я тебе башку даю на отсечение. Все тусят. А почему ты рекомендуешь поменять, например, обед с ужином, именно углеводный ветер? Если на завтрак были тосты. То есть один день при пищи мы вот и пропускаем безуглеводный. Туда. Понимаешь? Вы почему-то думаете, все почему-то думают, что 100 грамм готовых макаронов – это много. Это нихера вообще. То есть они… Ну а отклик инсулина вечером на макароны? А я тебе скажу, отклик длится, максимальный отклик будет через полтора часа. Вы через полтора часа один хрен спать не ляжете. Даже если ужин в 7 часов, все равно все ложатся спать где-то к 12 в лучшем случае. В лучшем случае к часу. А если клятару снят, то не спят всю ночь. Ну, что есть, кубы. Поэтому если всем поужинали, то в 10 прекрасно будет окончательный ночной дожор, да, там с кусочком, ну я не знаю, там кусочек, яичко, огурчик, ну такое, знаешь, белок, жиры и огурец, и водичка, вот будет самое оптимальное. То есть здесь вариативность, понимаешь, я когда, ну девчонки у меня в гайде, я говорю, девочки, я вам даю рацион, и вам думать не надо, я уже за вас все подумала. Кстати, у них на этой неделе даже есть оливье. То есть они кушают оливье у меня в честь праздника. Вот, то есть дальше мы возвращаемся к нашей менопаузе, да. Потом что мы делаем? Мы контролируем состояние гормонов. Если необходимо, мы применяем гормонозаместительную терапию в виде А. Некродоз инъекции тестостерона. Б. Компенсирующая терапия в виде фитоэстрогенов. Плюс дополнительно контроль витамина Д, контроль витаминов группы В, которые усваиваются, да, физическая активность, контроль воды. Обязательно контролируем воду. И тогда мы можем говорить о том, что даже в 60 лет мы не дадим своего мужа спокойно спать. То есть пожелание спокойной ночи в вашем доме звучать не будет. Это мальчики до поры до времени, мальчики. А девочки, девочками должны оставаться до самой смерти. Знаешь, это как в старом советском сказке, да, там, да, лжоуу, ну, то есть вот эти долги вам должны отдавать до самого последнего дня. Марина, я борюсь с морщинами, но после каждого нашего твоего эфира у меня появляются морщины от смеха. Ну, ну, что такое? Оно мне надо? Я всем говорю, наши морщины, да, с которыми мы там боремся, мы можем с ними бороться, но, допустим, вот эта морщинка, да, я там хмурилась, да, вот эта морщинка, я поднимала брови, радовалась, вот эти морщинки, это наш смех, ну, то есть оно все с чем-то связано. Надеюсь, это с гордостью, как у меня там швы там послеоперационные, один лиска, да, второй дал мне возможность дальше жить, то есть это не страшно, ну, ничего, кремиком помазать, о, я видела такие, знаешь, японские хрени, так вот наклеиваешь, и вот сидишь как му, потом такой му-му-му. Ну, надо в следующий раз нам с тобой так выйти в эфир, смотри, уже есть вопрос. Давай. Можно вопрос, тебе видно, или мне прочитать? Можно вопрос на эту тему, девушка 27 год, сменила место жительства, питание, ритм жизни, короче говоря, все, первый цикл начался, после переезда так и не закончился, задержка чуть больше месяца. И что, ну, не бзди, понимаете, наш организм у девочек, наш девчачий организм, на нас влияет все, от погоды, природы, настроения, я не знаю, артериального давления и ретроградного Меркурия, организму надо перестроиться. Если вы уехали в другую страну, то, извините, там другой воздух, другая еда, другая вода, другой ритм жизни, выложитесь раньше или выложитесь позже. Для начала пропейте Магнаби-6 для того, чтобы восстановить центральную нервную систему, попейте Триптофан перед сном, при необходимости компенсируйте нехватку витамина Д, и все, и будет вам счастье, если у вас нет каких-то болевых ощущений. Ну, я далека от мысли, это просто последствия нашего стресса, последствия стресса, к сожалению, мы вот так и живем. Вы крайне попросили рекомендации. Так, ну что, замолчали, что, мы закрываем эфир, все, мы с Мариной продолжим, захотим поговорить. Все, что хотели, все, кому там что-то надо было, никто ничего не интересует, никого ничего не интересует. Никому ничего не интересует, ну, они же сидят сейчас. Никому ничего не надо. У моих, ну, пока я там думаю, значит, у меня же в этом месте праздничный гайд. Почему праздничный? Давай с самого начала, потому что сейчас многие могут не понять, гайд, праздничный у меня, что вообще у тебя происходит? Расскажи, что это такое? Гайд, гайд, это программа, рассчитанная на месяц. То есть там тренировочки, еженедельное питание, плюс информация о том, как следить за организмом, какие витамины, для чего нужны. То есть, знаешь, разжевывают, как птенцам в рот кладут, как я говорю, чтобы у вас было тяжело нанимать в дальнейшей жизни. Вот. И он переходит из месяца в месяц, цена свободная. То есть для жителей Украины, для украинцев цена свободная, столько, сколько может. Это такой конгломерат, не столько про похудение, сколько о здоровье, для того, чтобы мы могли дальше существовать. В тех реалиях, в которых у нас есть. Там я рецептики даю, там, для того, чтобы быстро, там, многие пробуют новые продукты. Вот это вот движется в течение месяца. Я там с девчонками вместе, мы там что-то обсуждаем. Сегодня с утра, опять же, клятуру с него обсуждали очень долго. Вот. Мы обмениваемся какими-то там приколами, поддерживаем друг дружку. И этот месяц будет праздничный. Почему? Потому что я телец. У меня в этом месяце день рождения. Короче, гуляйте в детстве. Мать, мать, правду, гуляйте в детстве. Завтра. Завтра? Да. А пусть я не юбилею тебя? Нет. Вы же говорите, что-то там где-то рядом. У меня 49. Я думала 50. Я думала 50. Я очень думала, что 50. А потом муж говорит, ну, открой паспорт, посчитай. Ну. Ты какого года? Я говорю, 74. Он говорит, так сейчас 23 год. Я говорю, ну как, считаем. 74, 75. Он говорит, нет. Остановись. Остановись, дорогая. Говорит. Тебе 49. Ну, поэтому 49. И цифра такая, знаешь, там, не поменяешь их местами. 94. Как-то не очень хотелось бы. Ну, и тем не менее. Поэтому я, у них там и оливье, и курица в соусе терияки, и венчик там. Ну, короче, куча-куча всяких всякостей. Вот. Есть другой вариант, но там уже для продвинутых, те, которые знают, что он хочет, что они хотят. Это с Димой, с моим подопечным, с тренером. Там серьезно идут физические нагрузки. Там достаточно жесткое меню. Ну, там, ну, как информация та же, которую я даю своим девчатам. Ну, тренерский разбор и индивидуальный там есть, дополнительный индивидуальный разбор. Ну, вот это в месяц стоит 3 тысячи гривен. Ну, он тоже там рассчитан на год. Почему я люблю такие... Подожди, подожди, ты бы сказала месяц. Я как-то в сторис или у тебя, или у Димы услышала, каждую неделю присоединяйтесь. То есть человек может раз в неделю присоединиться, или как по пятницам, по-моему, да, что-то такое. Он может зайти на неделю, на неделю попробовать. Если нравится программа, все, пожалуйста. Если не нравится, ну, как бы вышел и все, и ушел с каким-то багажом знаний. А вот в гайде мы заходим на целый месяц. Все, понятно, чтобы люди понимали, что это. Да, и я девочек настраиваю на то, что, говорю, моя задача – вас провести год. Потому что сейчас появляется клубника, молодая картошка, да, зеленуха. Чтобы это красиво завести в ваш рацион, чтобы вы не нажрались до поноса. Потому что история же знает пример. Я когда-то клубникой, блин, молодой клубникой, не молодой, это первой клубникой намазала лицо. Что ты думаешь, у меня был отек? Я ходила как родственник эскимоса. У меня глаза открылись, наверное, на второй день после этой клубники. С тех пор я как-то очень трепетно отношусь к первым овощам и фруктам. Поэтому вот мне интересно провести людей. Есть люди, которые говорят, ты что, ты же уже худая, куда тебя наградят? А я, во-первых, не заморачиваюсь по еде. У меня вся семья питается по этому меню. Мне худеть уже не надо, мне надо чисто вот движ-паришь, вот потрындеть, что-то новенькое там дёрнуть, всё остальное. Поэтому у нас вот такая тусня идёт. Я люблю тусню. Я люблю тусню. Я надеюсь, мы завтра увидим это в сториз. Ты знаешь, как-то вот с годами я перестала праздновать день рождения, как там столы там накрывать, ещё что-то. Это... Ну как тебе объяснить? Один год ближе. Я не комплексую. То есть для меня вот каждый день это праздник. Ну ещё один год прошёл. Вздохнули и пошли дальше. Ну окей. У меня сегодня спрашивают там, сколько тебе будет? Я говорю, 40 лет. А дури? Я говорю, а дури на 27? Всё в порядке. Это какой-то кошмар у меня. Большое... Я тоже так думала, но всё, хотелось услышать ваше мнение. Так, мнение моё услышали. С пройдёшь ты мне дай народжение. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Ну пока вопросов больше нет. Девочки, давайте, потому что мы не будем бесконечно Марину держать. Если есть какие-то вопросы, обязательно пиши. Я понимаю, что вам нравится слушать. Я понимаю, что вы заряжаетесь от нас позитивом и энергией. Но всё-таки ж хотелось бы... Спасибо, вы прекрасны. Марина, это все слова тебе. Доброе вечернее. Нет, ну что? Я ж это... Знаешь, я ещё борюсь со своими комплексами. Знаешь, там... Да, хороша, но не настолько. Я стремлюсь к совершенству. Я сегодня девчонкам выставила такую напоминалку. Значит, когда ты заходишь в марафон для похудения, ожидание, влезла в маленькую юбочку, да, реальность. Лифчики стали большие. Да, да, да. Ну так и есть, потому что сиськи покидают нас первыми. Уныло машут нам остатками, да. Почему? Потому что грудь это... Сиськи, и то вот это я в первую очередь. Да, прикольно, когда я вижу там, знаешь, рекомендации тренировок. Упражнения, чтобы поднять грудь. Я говорю, а как вы что-то собираетесь поднять жировую ткань? Я просто, я хочу это видеть. Но если у мужчины... А что Дима по этому поводу говорит? Ладно, ты не спортсмен сейчас. Что, Дима, по этому поводу? Поднять грудь. Что он говорит? Мы тоже ржём. Можно укрепить... Можно укрепить верхнюю часть груди, да, там, где есть мышца. Но железу ты как поднимешь? Чем? Барабаном, что ли? Нет, ну есть, конечно, вариант, чтобы грудь была как у молодой. Встать на четверень, как и так, ходить. Тогда она будет вот строго под 90 градусов в отношении твоего тела. Вопрос же ж не в этом, да? Ну не зря же придумали бюстгалтер. Я понимаю, что... О, скотчем прилепим. Это человек в курсе. Я видела эту хрень, которая, знаешь, как патронтаж вот так вот грудику, грудь подтягивает. Как вот на волоку растягивать морской. Как же оно называется? Не патчи, а... Это называется... Девочки, помогите нам. Как называют... Не патчи. Марина. Тейпирование. Тейп. Тейпирование. Тейпирование, да. Расскажу тебе про тейпы. Изначально тейпы, тейпирование появились на Олимпиаде в Корее. То есть все спортсмены вышли в тейпирование. Но потом тейпирование, значит, растянулось на спортсменов. Потом тейпировать начали всё. Знаешь, от головы до жопы. Я тут недавно видела девочек с тейпированием. Так вот, тейпируют, но никто не задаётся вопросом вообще. Я видела там тейпы разные. Камуфляж там, ещё какой. Но если углубляться в теорию корейскую, да, для чего это делается, каждый цвет тейпа, он несёт смысловую нагрузку. Красный даёт энергию, синий снимает напряжение, зелёный там снимает отёчность. То есть каждый чёрный нейтральный поддерживает мышцы. И накладывается он по линии мышц. И никак иначе. То есть на животе то, что вам там вот это лепят там красоту неземную, ну, у вас просто наёб. Понимаете? Приходите ко мне, я вам бесплатно налюблю. У меня этих тейпов разных и всяких, каких хотите. Мы делали тейпы моему мужу, когда мы восстанавливали руку. Значит, мы ставили красные тейпы, чтобы придать энергию. Да, работала рука легче, но нам ставил мастер, который знает, как ставится тейп. То есть тейп ставится в расслабленном состоянии на определённое время, по направлению движения мышечных волокон. То есть вот там не всё так просто. А вот это то, что там налепить, куда вы лепите это, зачем? Давай лучше сделаем маску с яйца, там, я не знаю, яйцо с мёдом. Я не поняла. А что муж там тихонько так сидит? Обычно он присоединяется к таким горячим темам. А сегодня что-то он... Он в наушнике музыку. Он на своей волне сегодня. Это хорошо. Так, смотри, марафон будет... Привет. Марафон будет длиться только год или ещё когда-то будете проводить? Слушайте, дело всё в том, что как бы, ну, если формат зайдёт, то я готова там... Понимаете, какая интересная штука? Я никогда не использую менюшки, которые были в прошлом году. Почему? Ну, потому что мне неинтересно заниматься копипастом. Ctrl-C, Ctrl-V, да, мне скучно. И ко всему я ещё нахожу разные всякие там моменты, моменты там, рецептики, которыми я хочу поделиться. Поэтому меню каждый год они разные, каждую неделю они разные. Кроме всего прочего, ну, я же расту над собой, я жучусь. Поэтому вы... И я хочу этими знаниями делиться с вами, поэтому... Ну, как бы, есть люди, которые со мной уже два года, да, Эрика? И она сказала, что ты от меня избавишься. Ну, поэтому, ради Бога, переходим из одного состояния, там, называем, там, гайд, марафон, неважно как. Если тусня нравится, то что не тусовать, правильно? Ты правильно. Это интересно. А оно и скучно, когда одно и то же. Хочется развиваться, хочется что-то новенькое, хочется как-то... Я решила сделать гайд вильный в прошлом году, в июне. Почему? Потому что я поняла, что у меня начинает ехать крыша. Просто ехать крыша, потому что утром проснулась сразу новости, да, от новостей взрывается мозг. При этом хочется что-то делать. И тогда вот я придумала вот этот формат за донат, да, кто сколько может, не привязываясь к цифрам. И это очень... Я тебе больше скажу, у меня есть люди, которые там в Мелитополе, они говорят, мы не можем вам оплатить чисто физически. Я говорю, не надо. Вот вам ссылка, заходите. Почему? Потому что им важно наше присутствие, да, там, сказать, девочки, мы с вами. И не важно, где мы находимся. Вот кого не принимаю, Руснюк. Вот не принимаю, принципиально не принимаю. Ну, как-то так. Вот. А вот и Мэри, ну что, да, Марина, да. Спасибо, что пришли поддержать Марину. Так, ну что, вопросы есть, девочки? А у тебя там больше вопросов не задали? Да я поздно сделала оповещение. Поздно со своими девчатами. Пока молчат. Пока молчат. Я в следующий раз обещаю подготовиться. Ну, ты же видел, как у нас с тобой эфир был? Давай тогда. Нет. А я тебе так скажу. Когда начинаешь готовить, то херня получается. Вот реально. Когда оно идёт там, а давай, а давай, и оно там на одном дыхании всё это проходит. А когда, реально, когда готовишься, такая херня получается. Это как у меня, знаешь, перед Пасхой. Я же хотела всех порадовать каким-то ненебиенным рецептом, понимаешь? Я видела, я видела, у тебя там нифига не получилось сначала. Это был мрак. Так это было три раза. Три. А, три раза. Даже не представляю, какого количества я перепортила продуктов. Ну, булка. Просто булка. Сладкая булка. А хочется, чтобы оно ж вот пахло. Чтобы оно ж вот... И мне дали рецепт. Мама дала рецепт своей мамы. Ну, то есть этому рецепту лет сто, наверное. Не моя мама. Мама моего друга. И по этому рецепту получилось всё с первого раза. Вот на ура. Я потом все те паски оставшиеся заморозила. Если что, у меня пасочка ещё есть. Я могу разморозить и съесть. Нифига себе. Вот это ты продуманная, продуманная, да? Знаешь, чтобы ты понимала, как готовится борщ в этой семье. В этой семье как готовится борщ. Я помню, а зрители нет. Расскажи. Значит, есть два варианта. Первый вариант. Покупаются сырые ребра свиные. Складываются в банку, ставятся в автоклав, заливаются водой, ставятся в автоклав. И через полтора часа мы получаем бульон хороший, на ребрах, который потом открывается, выливается в кастрюлю. Туда кидается картошечка. Туда кидается банка с зажаркой. Туда кидается капуста. Десять минут, пока варится картошка, борщ готов. Все. Есть вариант номер два. Из морозилки достается замороженный бульон. Кусок льда кидается в кастрюлю. Ну, и далее по тексту. Открывается банка с зажаркой, дорезается картошка, дорезается капуста. Все. Но у меня нет времени стоять у плиты. Я, когда говорят, Марина, вот вы пишите, сегодня там рыба, завтра курица. А что мне делать с рыбой, которую я приготовила? Я говорю, заморозь. Заморозь. Ага, только хотела сказать, заморозь. Заморозь. Точно так же, котлеты, заморозь. Бульон, заморозь. Картошка не любит, когда ее замораживают. А все остальное прекрасно переживает заморозку. Идеально. Это очень удобно. Это очень удобно. Ты достал сегодня тебе котлеты, а завтра рыба. Наморозь раз и все. Да, да. Понимаете, чем вот это... Я когда-то засекла время, сколько я трачу время для того, чтобы подготовить фарш на 20 котлет, да? И сколько я готовлю фарш на 50 котлет. Одинаково. Так я их прихватила. Сложила в банку, кинула в автоклав, пацанам на бахмут отправила в банках котлеты. Я говорю, баночки вернуть. Вернуть баночки назад. Морозить уже готовым. Бульон, да, уже готовым. То есть бульон вы уже вывариваете. У меня для таких заготовок есть такая кастрюля 12-литровая. Я туда все это складываю. Потом оно все разваривается. Я потом все это вот в косточки выбираю, пакетики заливаю, и получается такая глыба. Вот такой у меня есть рыбный бульон, у меня такой есть овощной бульон, у меня есть такой мясной бульон. И есть такой куриный бульон на тот случай, если, не дай бог, кто-то в доме заболеет. Почему? Потому что куриный бульон называют еврейским пенициллином. То есть там содержатся все необходимые аминокислоты и натуральные антибиотики, которые помогают выздоравливать. Укрепляют иммунитет организм, иммунитет улучшает пищеварение и восстанавливаемость организма. Но курицу, как говорила моя еврейская бабушка, курицу надо варить правильно. Она должна томиться. То есть курица доводится до кипения, снимается пеночка. Желательно, чтобы это была беговая желтая курица, не магазинская, а беговая желтая курица. Туда кидается морковочка-лучок. Как сейчас помню, два пальчика крышечки должно быть открыто, бульон должен дышать. И на медленном огне оно должно стоять часа три. Вот это бульон, концентрированный хороший бульон. Вот такой бульон дамы завораживать. Рыбу готовую? Да, рыбу уже готовую, конечно. Смотри, периодически задают такие вопросы по поводу отрубей. Вот я хотела твое мнение узнать по поводу отрубей, как их применять в питании. И нужно ли отруби, например, отрубная каша, отруби, например, с кефиром. Ну, смотри, отруби, обычная клетчатка, да, будем говорить. Обычная клетчатка, которая улучшает пищеварение, моторику кишечника. С теми же самыми функциями точно так же справляется семена льна. Точно так же с этим справляется та же гречка. Точно так же с этим справляется перловка, да, кунжут. То есть если вы как для разнообразия, то всегда, пожалуйста, если вы там делаете ставку и ждёте каких-то чудес, то не надо. Отруби при запорах принимают. Вы можете принимать, но запоры у вас, первое, застой в жёлчном пузыре и, второе, недостаток бактерий в вашем кишечнике. То есть в нашем кишечнике должно жить порядка 10 миллионов бактерий, которые там живут, у них там своя жизнь, кто-то там забирает хорошее, кто-то выкидывает плохое, кто-то утилизирует тех, кто умер. Там кишечники, там жизнь идёт полным ходом. Поэтому если там кого-то не хватает, какой-то группы бактерий, то, соответственно, могут быть запоры, кишечник и всё остальное. Первое. Наводим порядок с питьём, которое определяет сознание. Начните пить воду. Второе. Проверьте жёлчный пузырь, отток жёлчи. И третье. Ешьте больше фруктов и сырых, необработанных овощей для того, чтобы напитать. Если только у вас нет холециститов и панкреатитов. Если холецистит и панкреатиты, тогда лучше либо притушенные овощи, либо приваренные. А так, в принципе, нормально. И не делайте ставки на какие-то «вот я выпью отруби, мне будет легче». Ну, легче будет первый раз. Но опять возвращаемся, это мой муж ходит, но опять возвращаемся к тому, что наш мозг так или иначе привыкает ко всему. И на 105-й раз ваши отруби даже не сработают нигде ни раз. А вот этот прикол, слышала? Очистить кишечник от каловых масс. При помощи отруби? Нет. Про желудок я ещё скажу. Там клизма, там ещё какая-то хератинь, да? Каловые камни какие-то, ещё какая-то хренатинь. Ты знаешь, я не поленилась, я как бы позвонила знакомому патологоанатому, я говорю, ты меня прости, пожалуйста, я что-то запамятовала. В кишках, говорю, камни каловые есть. Он говорит, ты нормальная вообще? Какие каловые камни? Там же, говорит, ну как бы, я говорю, я знаю про перестальтику, я всё это знаю. Он говорит, так откуда там камни возьмутся? Я говорю, я не знаю, но вот все предлагают их чистить. А вчера я прочитала просто, это сделало мой день. Я там врач такой-то, такой-то, живу в Японии, обладаю знаниями японцев. Я расскажу, как очистить желудок от кала. У меня был разрыв шаблонов. Я просто себе представила эту картинку. В желудке кал. Это какая-то система, то есть из прямой кишки всё сразу опять в желудок вернулось? Или как? И следующий вопрос. На кого это рассчитано? На людей, которые с анатомией не дружат? Куда? А вот это там, похудеть на 10 килограмм за неделю. Короче, знаешь, я иногда так думаю, что мы, наверное, с тобой не тем занимаемся, потому что сейчас появилось ментальное похудение. Ты должен похудеть сначала в голове, а потом твой организм похудеет сам. Люди какие-то бешеные деньги за эту, понимаешь, за липуху требуют там курс ментального похудения. Знаешь, там ещё какая-то хрена тень. Давай мы с тобой придумаем не ментального, а моментального похудения. Уберём сначала каловые камни с желудка. Вот так вот. Уже у тебя новый термин получился. Каловые камни из желудка, да? Уберём каловые камни из желудка, уменьшим дорогу. Короче, надо будет удалить ещё 6 метров. Да, чтобы они там... О, смотри, как изгнать говно. Классный курс. И вот начать какое говно. Из жизни. Из жизни, из желудка, из кишок, откуда, да, будем изгонять говно. Смотри, вот у тебя есть программа похудения с Димой. У нас с тобой будет новая авторская программа. Курсы. А, как изгнать говно. Но ещё есть, чтобы сделать, чтобы ничего не делать. Вот как тебе такой вариант? Да. Чтобы сделать, чтобы ничего не делать. И при этом оставаться молодой. И чтобы за это ничего не было. Авторской ноте мы закончим эфир, а мы с Мариной обговорим все финансовые нюансы этого вопроса. Финансовые нюансы этого вопроса будем... Знаешь, там, тоже мне это очень нравится. Осталось два места, знаешь, там на курс. Послушайте. Игорь говорит, когда мы будем делить наши деньги. Игорь, я тебя звала, Павла. Это наш проект. Это не это паниковский проект. Это наш проект. А, это паниковский проект. Это наш проект. Мы его придумаем. Игорь из наушников. Поэтому не надо. Игорь из наушников. Не-не, он... Когда услышал, о чём мы тут планируем, он сразу наушники снял. И нам нужно выпустить какой-то чудо-препарат, который вот только... Я даже знаю, что мы в этот препарат напихаем. Значит, активированного угля, сены слабительные, да, чтобы срали дальше, чем видели. При этом... Соломы свежескошенные. Соломы свежескошенные, там, мяты какой-то, ещё чего-то. И таблеточку глиптына, чтобы успокоились. И таблеточку... Нет! Нет-нет-нет! Нужна будет таблетка, которая будет провоцировать кашель. Чтобы они ходили и кашляли, понимаешь, при этом. А вот когда кашлял, сразу это вот чистится кишечник. Ой, Господи, Марина, ну у нас с тобой ни один эфир не закончился и не прошёл без какой-то бизнес-идеи. Ты смотри, как круто! И тут уже я буду третья. Это девочка, которая нам написала варианты этого. Ну, как вариант, в принципе, мы подумаем над вашим предложением. Санкционным директором. Так, ну что, будем заканчивать, Марин. В очередной раз. Да, значит, девочки, все... Да не пойдём мы сгонять токаловые камни. Мы всё это сделали ещё с утра. Правильно? Пока. Посмотри, уже пошли. Завтра в Эльспросперсосмерэш рекламу кишковых винных. Сбир трав для очищенного кишковника. Что вы про это думаете? Не занимайтесь хернёй, я вас умоляю. Что вы там чистить собираетесь? Неужели вы думаете, что ваш организм, боженька, боженька создал так, чтобы где-то надо что-то чистить? Не помой. Понимаете? Это же не помойное ведро, его не надо чистить. У нас два органа фильтрации, печень и почки, прекрасно справляются с детоксом всего организма. Кишечник, он сам себя очищает. Поверьте мне, никаких каловых масс ни один патологоанатом ни в одних кишках не видел. Да, есть остатки непереработанной пищи. Есть. Но это из-за того, что человек не пьёт, не пьёт достаточное количество воды, там еда другая, прочее, прочее, ну, несбалансированное и прочее, прочее, прочее. Не надо ничего чистить. Не тыкайте в себя всякую дрянь. Понимаете, это куры там глотают камушки в зоб, да, для того, чтобы зёрнышки перетравливать, но не более того. Вы же ничего подобного не ели. Начните просто есть сбалансированное, ваш организм сам почистится. А если вы говорите, у меня животик, так надо разобраться, это подкожный жир или это уже дисцеральный жир, который облепил ваши внутренние органы, и который грозит вам инфарктом и инсультом последующим. Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать, есть ли ожирение печени? Вам необходимо сдать печёночные пробы, АЛТ, АСТ, билирубины, все билирубины, показатели. Вам нужно сдать липопротеиды низкой, высокой плотности. Это заодно вы посмотрите состояние своего организма. Ну, вот как-то так. Поэтому не лезьте. А вообще ничего не тыкайте в попу, особенно клизмы. Я вас умоляю, не тыкайте. Анус работает только на выход. На вход он не работает. Не ломайте вообще систему. На этой оптимистической ноте, не трогая анус, мы закончим сегодняшний эфир. Марин, ну я тебя не буду поздравлять с придешним. Я завтра поздравлю. И я думаю, гузно чистит всё. Гузно чистит всё. Вот так. Слышно. Да. И мы завтра, и мои зрители обязательно Марину поздравят, потому что после эфира я оставлю ссылочку на страничку Марины. Кто Марину ещё не знает, присоединяйтесь, присоединяйтесь к её сумасшедшему гайду, потому что там очень интересно. Глядя по сторис, я вижу, что там круто. Всё, мои хорошие. Я была рада с вами пообщаться. Марин, в очередной раз спасибо тебе за настроение, за полезную и нужную информацию. И говорю, привет. Лизун, где Лизун? Почему нет Лизы? Лизун там в творчестве, она что-то лепит. Всё, я поняла. Лизе тоже привет. Марина, ты крутая. Дякую за эфир. Ибо в этом же не наиболее поглевает.